Друзья дорогие, я прочитаю одно место из посланий филиппийцам, 4 глава. Павел рассказывает про себя некоторые вещи. Я прочитаю 12 стих 4 главы филиппийцам. И Павел говорит здесь следующие слова. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Друзья, когда ребенок учится ходить, и вот когда он уже научился делать первые шажочки, ему кажется, что он все умеет, что теперь он научился ходить, что все это, эту науку он постиг. Но достаточно какой-то мелочи оказаться под его ногой, и он тут же падает такой растерянный, не понимает, что получилось, или чуть-чуть более скользкая поверхность, или что-то еще. И вот его шаги настолько неуверенные, что даже какая-то мелочь может его сбить. Хотя вот он думает, что он уже научился, но тут неожиданно что-то раз появляется под ногой, и вот он к этому еще совсем не готов. И падает, такой растерянный, не понимает, что получилось. Я же уже умею ходить, я же уже научился. Почему я на полу опять? Что не так? Что не получилось? Друзья, и вот часто очень такое бывает с нашим духовным возрастом. Мы же тоже почти всему научились. Вот Павел написал, что он научился всему. И мы тоже с вами всему научились. И как молиться, и как входить в собрание, что там в этом собрании надо делать. Мы все с вами знаем прекрасно, и дома что нужно делать, как христианам. И нам тоже кажется, что мы научились всему. Друзья, но появляется хоть одно какое-то маленькое обстоятельство в нашей жизни, когда меняется. И мы как будто бы в первый раз учимся ходить. Знаете, и вдруг мы обнаруживаем, что мы вообще ничего не можем. И вот Павел там делает важное добавление, что он научился всему и во всем. Ну, то есть, в любых обстоятельствах. Вот именно в любых обстоятельствах, друзья, это как раз-таки самая сложная часть этой науки христианской. Очень нетрудно научиться всему, что мы умеем. И человек, когда приходит неверующий, я помню, к нам пришла абсолютно из мира женщина. У нее молитвы такие были, немножко забавные. «Спасибо тебе, мой Бог», и так далее. Вот такие слова, знаете, мы их не употребляем. Мы знаем, что надо говорить «благодарю тебя, наш Господь», и так далее. Вот у нас уже есть такие заготовочки, мы знаем, как правильно надо сказать. Но она не знала, она просто говорила, как будто бы разговаривала со своей подругой. И мы немножко, дети стояли на коленях и хихикали с этой молитвой, потому что она была очень необычная. Но мы-то с вами уже всему этому научились. Я помню момент такой, когда я подумал, что научился проповедовать. Перестал бояться кафедры, смекнул, что за ней коленей дрожащих не видно, и никто не знает, что тебе страшно. То и, в общем-то, ничего. Но потом мне папа говорит, ты будешь проповедовать, нужно на похоронах было проповедовать. А похороны, знаете, непростые. У моего двоюродного брата родилось двое близнецов, малютки еще совсем. И так получилось, что один из них, они его в машине пока ехали, решили кашей покормить из бутылочки. Он захлебнулся и умер. И вот на этих похоронах мне надо было проповедовать. И я понял, что я не умею проповедовать. Я не знаю, что говорить в таких обстоятельствах. Ну, если бабушка умерла там 96 лет, ну и слава Богу. И, в общем-то, есть что сказать, и я нормально бы сказал проповедовать. Но вот на таких похоронах, таких обстоятельствах. Там мама, они неверующие, мой двоюродный брат и его жена неверующие. Вот мама этого ребенка обняла этот гробик, лежит на нем. И ты должен выходить и проповедовать. О чем, о чем хочешь. Что хочешь, то и говори. Друзья, вот в таких обстоятельствах я понял, что, в общем-то, вроде я и научился проповедовать. Но не в таких обстоятельствах. Всему вроде научился, но не во всем. Вот в этих обстоятельствах нет. Пожалуйста, куда-нибудь уберите меня отсюда. Друзья, это очень сложно бывает. И наш духовный возраст именно обстоятельствами проверяется. Когда мы уже допускаем такую мысль, что мы уже все умеем, все знаем, то чуть-чуть меняются обстоятельства и заставляют нас понять, что нам еще расти и расти нужно, чтобы во всех обстоятельствах жизни оставаться христианами. Вы помните, был такой человек, написано, праведный, умница большая. Такой, ну не подкопаться к нему. И Бог его особо отметил, Иов, да? И он тоже очень хорошо жил и всему научился. Жертвы приносил постоянно, там и деток своих учил и воспитывал. И все у него было хорошо. Но тут Бог меняет обстоятельства, меняет их коренным образом. И вот Иову получается в этих обстоятельствах остаться верным своему Богу, в которого он верил. Даже его жена, она вот увидев эти обстоятельства, посоветовала ему похулить Бога. Но все-таки он остался твердым. Знаете, не всегда беда человека подкашивает. Мы знаем пример, допустим, царя Озии. У него произошло наоборот. Жизнь наоборот наладилась. Он хорошо возвысился, укрепился, построил искусно придуманные машины, как написано там в книге царств. И все у него получалось. И все было здорово. И именно это его подкосило. Именно это причинило ему проблемы. И он тоже вроде бы всему научился, как нужно Богу служить, как нужно государством управлять. Но вот эти хорошие обстоятельства его сбили. И получилось так, что он пришел к своему падению. Друзья дорогие, мы, может быть, с вами уже все умеем и все знаем. Но могут настать такие обстоятельства, когда мы забудем вообще, как молиться, как читать Библию, как ходить в собрания. Иногда некоторые обстоятельства вынуждают нас об этом забыть. И мы должны этому учиться как будто бы заново. И понимаем, что нам еще учиться и учиться. А мы-то думали, что уже достигли какого-то возраста. Но новое обстоятельство в нашей жизни показывает, что тебе еще очень далеко до совершенства. Далеко до той цели, чтобы хоть немного быть похожим на Христа. Или вот хоть немного быть похожим на апостола Павла, который смело мог заявить, что в любых обстоятельствах, и в скудости, и в изобилии, он может оставаться христианином. И умеет жить и в тех, и в тех обстоятельствах. Друзья, и вот это вершина, которой бы хорошо достичь. Потому что научиться вот всему и во всем, это такой эталон, который требует много времени, сил, молитвы, переживаний и всего прочего. Чтобы в любых обстоятельствах. Я помню одного брата, ему пришла такая, знаете, сейчас это уже стало очень распространено. Никто даже не реагирует. Вот приходит такая рекламка, вы выиграли огромную сумму, вам всего лишь нужно сделать то-то, то-то и то-то. Но это были 90-е годы, и только всего лишь это начиналось. И он так сильно поверил в это, что даже не пошел на похороны собственного отца. Вот он так был восхищен и удивлен, что вот он выиграл, оказывается, большую сумму и пропустил похороны собственного отца. Друзья, вот какие-то обстоятельства выбивают нас из колеи, и мы вообще забываем, что нам надо делать, забываем, как нам надо правильно себя вести, как нужно правильно поступать. И хотя вроде бы и знаем как, но вот достаточно чуть-чуть обстоятельства изменить, немножко пол более скользкий, и мы уже летим на пол, и мы уже спотыкаемся, кувыркаемся, как будто не умеем ходить. Я за собой это очень часто замечаю. Один раз Дима меня увидел на работе, и по моему лицу все понял, что у меня что-то произошло, что-то произошло, что-то нехорошее. И вы знаете, и сразу у меня все мое настроение, все мое поведение, все-все выдавало, что у меня что-то не так, у меня что-то не так. И видно, что я с этим не сильно умею еще справляться. Не научился, как это делать, абсолютно не научился. Еще нужно учиться, учиться и учиться. Друзья, и эта наука, наверное, многими из нас еще до конца не постигнута. И Павел, мы про Павла читаем, так, наверное, по-хорошему ему завидуем, но и Бога просим, в свою очередь, чтобы он и нас так научил жить, независимо, какие обстоятельства, такие, как у Иова или такие, как у Озии, чтобы нам продолжать твердо идти, не спотыкаясь, не падая, чтобы нам научиться всему и во всем, в любых обстоятельствах оставаться верными Богу. Пусть Господь явит нам такую милость, не всегда, конечно, это получается, но вот судя по апостолу Павлу, этому можно научиться. Можно научиться. И Бог готов научить, и, наверное, и сейчас готов помочь в любых обстоятельствах. И даже если у нас еще пошатывающаяся походка, Он может поддержать, направить нас, успокоить, и шаг станет тверже, и получится. Даже если очень скользко будет или очень крутой спуск или подъем, Бог может научить, как в таких обстоятельствах выживать, как оставаться христианином. Пусть нам Бог в этом поможет и еще больше нам скажет. За все Ему вечная слава. Аминь. Помолимся.